Окей, я ловил. Значит, Лива, на иврите пишется Лива. Он лёв, по всей видимости, все-таки правильное произношение. По крайней мере, Чехия его так пишет. Значит, о нём все слышали, но в основном в заслугу истории о Голоме, которую он создал. Да, причём настолько замечательно, что слово «голом», как известно, не нуждается в переводе ни на какие языки теперь. Слово «голом» — он и есть «голом». Ну и про него же «Агада», которая у Гёте превращается в «Ученика-чародея» и в замечательный мультфильм «Олта Диснея», самая первая часть фантазии по музыке, по Людьюка, по-моему. По-моему, Берлиоза. Я шучу. Нет, это кто-то, он куда более выразителен просто, он куда более наглядный, что ли, чем Берлиоз, сложнее намного пишется. Да. Ну, я, значит, история, вот «Ученик-чародея», она приведена в еврейских сборниках как рассказ о Магарале. Вообще, Магараль до Гёте жил, но Дьюк писал, естественно, по «Ученику-чародея», значит, Гётовскому. Давайте немножко, что для нас, ну, кроме этих замечательных историй, связанных, там еще есть несколько подобных историй про него, но надо сказать, что человек, он, ну, во-первых, он безумно долго жив. Он родился в 1512 и умер в 1609, то есть 97 лет. Значит, его родословная, да, аббревиатура Магараль, это, естественно, когда вы видите «Мэ-Гэ», начинается с этого «Рейнова-Гарабей», но это просто стулатура, потом «Рабелива», на самом деле. Ягуда куда-то всегда пропадает, он Ягудалев на самом деле, но причем его еще иногда и Бецалелем почему-то называют просто, хотя он Бен-Бецалелем. Значит, семья – это нечто, то есть это родословное такое, что называется, развесистое, восходящее к Гаонам, к Рейш-Галуту, к роду Рейш-Галута, то есть главе экзилархов, а тем самым к царю Давиду по прямой мужской линии. Значит, о том, что это такое, это, ну, достаточно сказать про него, что, значит, у него, по-моему, четыре брата, и все они занимают, очень значительно, все они занимают один пост краше другого. Значит, родился он, похоже, в Польше, похоже. Хотя при этом его отец из Германии, из Вермезе, Вормса. Значит, дальше есть одна загадка в его биографии, она редкость для той эпохи. Обычно про всех рабоним четко произносится, кто их учителя. Про Махараля этих данных ни у кого нет. То есть есть какое-то упоминание, но я не знаю, насколько оно заслуживает доверия. То есть он учился в польских ешивах, это да, но его учителя главного нигде не называется. После этого он занимает различные должности в разных общинах. Где-то к сорока годам, то есть у него не быстрая карьера, к сорока годам он становится главным раввином, главой как бы всех общин Богемии. Моравии, извините, Моравии. Богения Моравия сегодня, я думаю, что кроме чехов никто толком не знает, чем отличается Богемия от Моравии. Значит, потом уже в возрасте, ну, таком приличном, то есть где-то 70 плюс, он чуть ли не становится главным раввином Праги, не становится. Потом еще раз, то есть там длинная история, он живет в Праге, он недолго является главным пражским раввином, он недолго занимает эту должность. И, собственно, дальше ничего интересного в биографии нет. Умер, похоронен, дальше все истории в Агаде. Значит, и что интересно в этой истории, да, и нельзя забыть, что когда им уже 80 лет, состоялась знаменитая встреча, в которой много кто пишет в художественных книгах, сразу скажу, потому что биография Магараля, такое чувство, что она обросла такими развесистыми художествами, что там уже черт ногу сломит, что было, что не было. Но он встретился, известно, знаменитая встреча с императором Рудольфом. Об этой встрече много чего рассказывают, но дело в том, что есть человек, которого зовут Давид Ганац, Ганц или Ганац. Это ученик его брата, но довольно близкий к Магаралю человек, который об этом пишет вот буквально следующее. Да, надо учесть, что Давид Ганац – это важная фигура в еврейской истории. Это первая книга по учебнику истории, составленная евреем, где мировой истории. Причем такая книга, ну, опять, сегодня она неинтересна, но это некоторый переворот в представлениях о мире, честно говоря. Есть, она интересна историкам сегодня, в свое время она, понятно, что была всем интересна, но дело в том, что у него есть очень… он был лично знаком с Тихо Браге и с Иоанном Кеплером, и, скажем, первые публикации по копернитовской системе принадлежат ему, ну, и от него Магаралис Праге просто их копирует в одной из книг, он спокойно совершенно пишет об этой новой теории, причем так спокойно просто излагает, он получает, и ее узнает именно от Давида Ганца. Или Ганаза, вот я не знаю, как правильно его произнести. Значит, Давид Ганаз, по-моему, до этой встречи, а он, ну, будучи знаком с Тихо Браге и Иоанном Кеплером, да, для тех, кто не знает, собственно говоря, коперниковская теория без Кеплера не существует. Кеплер – это человек, который придумал надлежащий научный вид. Значит, он пишет следующее. Ну, я перевожу годы на современные 1592 год, значит, 5352 год, пишет Давид Ганаз. Император Рудольф, по великой милости своей и истине своей, послал за Равом Легом, призвал его к себе этого гения, принял его весьма великодушно, говорил с ним с глазу на глаз, как говорят друзья, сущность и качество речей, которые там были, запечатаны печатью тайны и никому неизвестны. Вот эта встреча, она в художественной литературе, об этой встрече много чего-то написано. Ну, надо сказать, что император Рудольф – это человек ренессанца, то есть это наука плюс мистика тяжелая, мистика всевозможная, поэтому встреча могла быть и на этой теме. Значит, все-таки он еще раз там был, и умер он окруженный общиной, и человек, который для Праги столь важная фигура, что в 1917 году, я говорю всегда, 1917 год – это не только революция в России, но трагедия произошла в земле Израиля, убил последний сирийский медведь, который у нас здесь был дикий, а в городе Праге в том году была построена новая ратуша, и при ней был памятник Ливе Раву Леву. Кто хочет, может найти, посмотреть в интернете этот памятник приведет в больших количествах. Могу порыскать, может быть, в компьютере найду, но, по-моему, можно выйти. Значит, важнее биографии, и еще раз, если отвлечься от рассказов, рассказов, которые литература очень активно пользуется, важнее его книги. И ситуация с книгами выглядит так. Он написал довольно приличное количество книг. Первая его книга – это комментарий Краши, а дальше все остальные книги, в основном, это комментарии к различным Кагаде Талму, да, либо Медрашам. Это, ну, толкование, это его проповеди, и это чудеснейший комментарий к Перке Абот Дарахаим. Значит, книги эти, как бы, вот, теперь ситуация выглядит так. Эти книги оценили хасиды первых двух поколений. И кучу там толкований и частей, которые пишут хасиды, они, в общем, вот этот стиль характерный пражского рэбе, Махарали из Праги, он виден хорошо. Но, как бы, 18 век Махараль не очень часто поминается. В 19 веке, например, к нему относятся как просто, как, ну, знаете, вот ничего нет менее интересного, чем читать старинные проповеди, как к такому проповеднику, и как бы не очень ценят. А вот в 20 веке, значит, вот хасиды там первые два поколения еще высоко его очень ценили, потом некоторое молчание, хасиды оказались самодостаточными вполне, хотя стиль Махарали на них сильно повлиял. А вот в 20 веке произошло некоторое изменение к нему, и вдруг он стал очень востребованным. И вот в 20 век он оказался, вот, как я говорил, вот подобное произошло с Рамхалем, где он где-то в 20 веке оказался крайне востребован. Махарали оказался востребован по-другому, но его вдруг стали очень тщательно читать, довольно много изучать, его стали любить. Его, когда речь идет о Магаде, регулярно цитируют там, где он лезет к ней. Он не составил, к сожалению, комментарий, подобные комментариям в Махарше, где последовательно вдоль Талмуда он все комментирует подряд. Он не такие комментарии пишет, они куда более многословные. И это не комментарий, это другое. Это попытка понять о году, понять смысл о году. И для того, чтобы оценить, почему Махараль столь хорош, почему вдруг его стали любить, тут надо заметить одну вещь. Дело в том, что для того, чтобы с удовольствием читать книги Махараля, они и так могут стать вдовольствием, как разрозненные новеллы, многочисленные новеллы разрозненные. Как бы у него каждая глава, обычно каждый абзац, ну, абзац большой, как бы обсуждение новой годы. Для того, чтобы понять и ценить, понадобилось провести некоторую работу, и когда эта работа проведена, тогда ты вдруг понимаешь, насколько он хорош. Для того, чтобы хорошо читать Махараля, нужно просто представить его представление, вот понять его представление о мире, и тогда ты вдруг увидишь, что он всюду бьет в одну точку, что он всюду исходит из некоторых общих представлений, которые очень близки нам, эти представления. Вот что важно. Дело в том, что Махараль пользуется все еще терминологией, пониманиями, смыслами средневековой, ну, средневековой еврейской философии. Он пользуется именно этим. И сегодня, ну, вы сами понимаете, каково сегодня читать средневековые книжки. Это нужно квалификация, нужно понять, что скрывается за термином и так далее. Махараль все еще продолжает ими пользоваться. Но при этом, когда вы его читаете, вы вдруг понимаете, что это другое время уже. Дело в том, что Махараль, вообще, ну, историография в еврействе считается промежуточным звеном между средневековьем и новым временем, и ренессансом, скажем так. Что это ренессанс? Ну, для того, чтобы… Еще раз. Вот начало нового времени в науке – это Галилей. Для меня однозначный человек, который создал науку времени, но в времени однозначно Галилей, и там, скажем, если говорить об ученых всех времен и народов, то я первым назову Галилею. Не Ньютона, не Эйнштейна, а именно Галилея. Он перевернул науку. Но вы учтите, что как раз пражский Рэбе, он старший современник Галилея. Это как раз вот этот вот период. Вот Коперник, это его книга вышла в 1570 каком-то там году, да? Как раз в период жизни в пражском Рэбе 60 плюс в это время. То есть, это как раз вот начало нового времени. Но при этом… Давайте продолжим. Окей, все, in progress. Понятно. Ага. Вот. Значит, и так. Не сидя. Значит, да. Так вот, для того, чтобы его оценили, понадобилась некоторая работа, вот именно связанная… Вот Хасиды почему-то оценили сразу, но для того, чтобы другие люди оценили, понадобилось довольно приличное время. И дело вот в чем. Дело в том, что он на самом деле проблема, которая произошла, состоит из-за того, что он умудрился обогнать свое время. И для того, чтобы он стал понятным и доступным махаралис в Праге, понадобилась довольно оригинальная вещь. Понадобилось, чтобы Европа переварила Гегеля. Вот после Гегеля, на самом деле, Декарта и Лейбинса, вот именно, ну, последствия Декарт, Лейбинс, Гегель, вот после них только стало понятно, что выделывает Магараль. Дело вот в чем. Значит, я несколько раз упоминал такого замечательного человека 20 века, как Андре Нейра. Андре Нейр, это он, французский еврей, он, у него есть несколько замечательных произведений, но одна из них посвящена именно Магаралю. И в процессе изучения Магараля он еще написал еще одну книжку о Давиде Ганадсе. Значит, так вот, исследуя Магараля, он, наконец, нашел то, чем он так подкрытал. Дело в том, что Андре Нейр указывает некоторую методику, которая тогда еще не была принята, она позже станет очень часто применяться к изучению Танаха, например. Методика называется на иврите это Мелим Манхот, а на русском это опорные слова. Значит, опорные слова. И он состоял список опорных слов во всех книгах Магараля, а это много. Магараля, это вот столько книг, столько книг. ну, если вместе собрать. И обнаружил, что у него есть серия слов, огромная серия слов, именно вот опорных слов, которые в большинстве случаев вообще-то обозначают оппозицию. то есть как бы причина следствия, форма материя, целая, частная, природная, случайная, ну, дающие, принимающие, ну, и так далее. такой стандартный набор слов, которые вполне принят средневековой еврейской философской литературы. И у него таких слов есть, ну, я бы сказал, два десятка, пар, причем именно пар. И вот теперь начинается самое интересное и самое неожиданное. в средневековье и наиболее яркой степени это выражено было, я бы сказал, у Рене Декарта, хотя это Рене Декарта тоже не средневековье, конечно же, но тем не менее. Существует правило про то, что как бы мир состоит из противолежащих оппозиций, между которых нет ну, то, что называется моста. Вот у Декарта в метафизических размышлениях в конце шестой, по-моему, шестой, да, последнее рассуждение, шестое, есть рассуждение о непреодолимой пропасти между телом и духом и разумом. Дух-разум для Декарта более-менее одинаковый. И вот эта фраза, которую я мыслю значит, я существую, кроме там всяких записей, она в этом рассуждении тоже появляется, но там есть некоторая очень важная вещь, я мысль следовательно, я существую, для Декарта это характерно, потому что я это моя мысль, но ему нужны еще доказательства, что существует его тело, и я ощущаю, значит, мое тело существует, и есть еще вот такая там же, ну вот в метафизическом, значит, но при этом он не понимает, у него действительно проблема, что почему мой разум не воспринимает мое тело, как, скажем, капитан корабля, свой корабль, потому что вроде бы они разные, два, то есть как бы соединение тела с разумом, для Декарта, например, очень тяжелая проблема, которую он решает, по-моему, требуя отказаться от философии, но при этом вот это противоположение, вот это дуализм, я бы сказал, такое умное слово, на еврите ее переводят сниют, да, два, ну и отвлеченные, двойственные, значит, вот такой дуализм, который есть у Декарта, он вполне характерен для того времени, потому что то время, о котором мы говорим, это либо дуализм Декарта, либо чуть-чуть раньше Декарта, это пантеизм, полный пантеизм Джордана Бруно, если кому-то я начинаю говорить непонятно, вы учтите, чат я не могу сейчас смотреть, мне не начать смотреть, поэтому говорите в чате. Можете писать в чате, я буду озвучивать, если у кого-то будет. Вот, значит, да, я просто отвлекаюсь, я хочу заметить, Джордана Бруно, его казнили тоже, по-моему, в 1600 году, где-то вот это время, но казнили его, ну, совершенно не за теорию множественных миров, тем более не за Коперниковскую теорию, она будет запрещена еще только через 16 лет католической церкви, на то время она еще вполне корректна, ну, в глазах католической церкви. Но тот, кто читал Джордана Бруно, он просто знает, что это такой классический пантеист, именно, чтобы вот он не разлил, бог как бы плывет на корабле вселенной, вот его образ из его книги, там длинная история. Но вот как бы вот это время, о котором мы говорим, там либо вот пантеизм Джордана Бруно, где, который там плавно переходит в какие-нибудь варианты философии, более поздний деизм, то есть как бы бог с вселенной совпадает и довольно плохо различаются вот такого сорта рассуждения, либо вот это Декартово мощное противопоставление всему. как раз в чем необычность, вот тяжелая необычность Мхарали, он как бы находится еще на других представлениях о мире, у него противоположности всегда связаны, у него не бывает противоположностей, при которых которые не имеют плавного перехода один к другому. То есть вот это неразрывные противоположности, он просто не признает ни в одном функции. Причем вот казалось бы то, что я сейчас говорю, несколько отвлеченно, но вот теперь представьте, что с точки зрения Мхараля разница между Буре и Ваневра, между создателем и созданным, она не разорванная, а она непрерывная. точно так же, как вот эта Декартова проблема между телом и духом, которую он не может решить и расставляет их в полных противоположностях, для Мхараля совершенно естественно, что есть плавный переход от тела к духу. Вот это всегда плавно у него. Значит, и это совершенно неожиданно. Кстати, по этому поводу, вот для того, чтобы быть, чтобы вы попали немножко в мир Мхараля, пишет Мхараль на иврите. Вот у него есть, давайте вот пару противоположностей, я просто продемонстрирую две пары противоположностей, чтобы вы поняли, насколько это изощренный ум, при этом красивый. Значит, есть начало всякой вещи, что им противостоит началу? Кто-нибудь может угадать, что может противостоить началу? Вот есть начало и на другом конце правильно, вы угадали. Нет, это не конец. Начало противостоит совершенству. Вот любое начало это путь к совершенству. И уже за это можно понять, что мы имеем с действительно человеком красивого мыслящика. Точно так же предлагаю еще одну противоположность. Я первое слово назову, а вот второе вы можете попробовать угадать, что ему противостоит. первое слово это творение, сотворение. Всевышний что-то сотворяет. Вопрос теперь на засыпку, что может противостоять творение. Но вообще на автомате, вот знаете, тот самый тест на стандартность мышления курицы, птицы, поэт Пушкин, все знают, ежели есть сотворение, то ему должно противостоять уничтожение. Ответ нет, не угадай. Сотворению противостоит порядок. Седр. Потому что сотворение, оно непредсказуемое. Вот, ну, во-первых, для любого творчества человека то, что он творит, он сам предсказать не может, то есть он задумывает, он представляет, что он хочет сотворить, но вот что из этого выйдет, порядок будет нарушен. И он по-настоящей творческие личности, не эпигоны, которые, как там у Ильфа, по-моему, и писали, они быстрые без помарок, имеются в виду пьесы. Значит, они не про эти, что пишут быстрые без помарок, сотворение, противостоит порядок, жесткий. Но при этом все связано со всем. И по этому поводу я хочу несколько образцов. Мне понравилось то, что было в прошлый раз, ежели говорить о том, что нужны образцы. я зачитываю некоторый отрывок, а присутствующие могут ответить на вопрос «угадайте, кто пишет». Пусть не придет, еще раз, я приношу изведения, я перевожу с листа, поэтому несколько будет скобок. Пусть не придет тебе в голову что то, что существует, существует независимо от него благословенного, от создателя. Потому что если существующие существуют, Хасвахалилы без него, тогда это является ущербом его совершенства. но дело обстоят не так. Все существующие возвращаются к нему благословенно, и все существующие не существуют, кроме как не существует золото вне него. поэтому опять логика непредсказуема, поэтому они обязаны приносить жертву, потому что совершение жертвоприношения это возвращение вещи к ее создателю. Значит, вот это фундаментальная вещь, которая он приводит. Значит, идея о том, что мир существует не как есть Бог и есть мы, а мир это Бог, одна из нет-нет никого, кроме Бога одного, подпоют хабадники, на самом деле они повторяют вот эту мысль Махараль. что весь мир это так или иначе проявление Бога и ничего кроме этого в мире нет. По этому поводу между Богом и сотворенным миром есть непрерывная связь, потому как непрерывная связь между Богом и Богом на самом деле. Вот это сногсшибательное выражение идеи такой. Махараля вот она и есть основа хасидизма и основа хасидизма бэшна. То есть когда я говорю, что он повлиял на хасидизм, выражено напрямую это именно Махаралем и это его мысль. По этому поводу я хочу привести вот такая красота выражение мысли. Он говорит о жертвоприношении и говорит о том, что жертва это когда человек то, что как бы его возвращает к создателю. Потому что на самом деле это тоже все должно вернуться к Богу. Вот это очень важная его мысль. Поколь ша эл лукин благословен. Все возвращается к Богу благословен. И по этому поводу когда он говорит о вот этом возвращении дальше следует совершенно потрясной красоте Машаль. Машаль это я не знаю притча аналогия нет хорошего перевода это не совсем притча это пример иллюстрирующий иллюстрации. Давайте иллюстрации. Иллюстрации на человека который взял воду и понес к морю. и налил в море. Не то что море от этого прибавилось потому что вода она и есть вода. И немножечко воды добавленной человеком ничего не изменит сущности моря. Но теперь идет что такое красота в рассказе. Но в любом случае тот кто принес воду к морю называется он принес воду к морю вот обратите внимание море не изменилось а вот тот кто принес воду к морю он таки да это сделал поэтому то же самое когда речь идет о жертвоприношении не то что вы добавляете богу но вы таки не то что к богу добавляется давайте так но вы добавляете вот я советую об этом подумать не то что к богу добавляется но вы добавляете потому что все должно вернуться к богу а поэтому человек приносит жертв и это потому что поистине существование все возвращается к нему и нет ничего сотворенного вообще я вот зачитываю слово в слово и нет ничего сотворенного вообще и это и есть совершенство бога и состоит оно в том что нету ничего сотворенного отличного от него вот я советую вообще вот этот пример с морем он по-моему великолепен можно на эту тему довольно хорошо помедитировать и наверное полезно значит это один так вот вот эта весть Магараля она для хасидов первых поколений и для бешта она оказалась сногсшибательной весть сегодня понятно что после усилий хасидов это не столь сногсшибательно потому что мы как бы знаем идею при этом тут надо сказать что ну вот ну сейчас попробую дальше значит ну вот эта мысль она как бы просто хорошо выражена при этом вот умение выражать свою мысль с помощью просто цитаты дело в том что Магараль когда хочет выразить одну мысль о единстве сотворенного с Богом он приводит вот я хочу обратить внимание на то как преломляется в разные стороны все вот вроде бы чисто метафизической теологической идеи нет ничего нет нет ничего кроме Бога одного нет 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 никого кроме Бога одного у махараля это имеет преломление и он я показал как он это в рассказе о том почему приносит жертвы но теперь давайте другой пример и он действительно чудесен потому что он просто приводит о году довольно мало говоря о ней но 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 просто вот мысль которую он приводит она иллюстрирует именно его взгляд это агада приведена в йоку-чимоне это такой сборник поздний сборник медрошей и там есть следующее комментируется высказывание и я буду находиться среди вас значит новое известное высказывание в Торе и построите мне храм и я буду находиться среди вас значит в йоку-чимоне следующий медрош на что это похоже то же самое слово машаль только теперь машаль медроша то есть иллюстрирующая иллюстрирующая царь который пришел к своему арендатору который брал у него землю и арендатор прятался у него и царь сказал арендатору почему ты прячешься от меня вот я такой же как и ты еще раз царь притчи иллюстрирует и построите мне храм и я буду находиться среди вас понятно кто царь и кто арендатор арендатор народ Израиля царь царь царей царей император царей я такой же как ты таким же образом в будущем вездесущий будет прогуливаться среди праведников а прадики будут вздрагивать перед ним и вездесущий говорит будет говорить праведникам почему вы вздрагиваете передо мной вот я подобен вам может быть теперь медраж вот что такое класс медраж может быть это означает что вы что не будет на вас страх передо мной учить надо и я буду вам богом а вы будете мне народ то есть при всем при этом бог остается богом а люди остаются людьми то есть такой же как и я это не означает что он станет что он является чем-то подобным человеком он остается богом люди остаются людьми тем не менее вот нету пропасти между богом и людьми она за пол и опять вот в чем сила махараля он всюду старательно говорит одно очень важное что есть во всех этих парах противолежащих они связаны но никогда не совпадают он никогда не приходит к идее пантеизма вот этот митраж который я приложу я опускаю его комментарий но он именно то как я его излагаю сейчас просто разлагаю акцент оставлю как махараля значит он никогда их не соединяет вот это сила это сила комментариев махараля он всегда соединяет противоположности но соединяет не говоря что это одно и то же а соединяет их показывая связь между например у того же махараля есть вот самое неожиданное я привык начиная с маймонида скажем что есть мощное то есть маймонида пытается с этим бороться но как бы все равно как любой нормальный человек мы привыкли к тому что существует очень приличная разница между природой и законами природы и чудом что вот есть чудо а есть законы природы чудо когда врывается в наш мир это нарушение законов природы по этому поводу как бы чудо и природа должны быть противопоставлены друг другу махараль говорит одну очень важную вещь вообще тут надо оговориться почему опять что любой еврейский автор мне близок настолько насколько он близок к Саади Гаону но вот у Саади Гаона есть некоторое понятие завесы значит и как бы мир который за нашим миром он не постижим это называется махараля термин в данном случае не вдаль есть цельный термин отделенный по махаралю этот мир это не мир ангелов этот мир непостижим мы туда не судимся все остальное что происходит в нашем пророке пророчествует о том что касается нашего мира например махараля объясняет почему эйн улам габаба батура внимание на его формулировку он считает что пророки не могут пророчествовать о мире грядущем ровно потому что мир грядущий является отделенным от нашего мира туда хода пророкам нет ровно потому что есть завеса между нашим миром и другим по этому поводу все пророки пророк не может пророке о том что не имеет отношения к его теме есть известный мидраж по поводу того о чем можно пророчествовать и один из высказаний Талмуда ну например о невесте для сына махараль который приводит этот мидраж ну не мидраж а высказания мудрецов говорит что пророк не может пророчествовать о том что не имеет материального отношения обратим что пророчество не может быть развязано с матери но я на самом деле веду подпочек с точки зрения махараля законы природы и чуда они не могут быть развязаны то есть как бы обычное представление что чудо это разрыв тканей мироздания всевышний вмешивается непосредственно в законы природы в то как время должно идти с точки зрения махараля все происходит совсем иначе а именно есть договор бога с природой в момент сотворения природы а именно то что природа в некоторых случаях ведет себя вот так и он приводит я сейчас привожу это его комментарий к перфе а вот известная довольно таки история про 10 вещей которые были созданы в Бенгашмашот то есть вечером накануне суды посмотрите что такое единое мышление все мы знаем что что день меняется днем это не точечное событие оно как бы размазано есть вечер который ни день ни ночь как карфьем ашергулу йом в лолайл приблизь день который ни день ни ночь вечер есть вечер накануне суды первоначально то есть седьмой день шестой день творения и бедраше высказывает только а вот есть высказание про 10 вещей которые были сотворены вот в этот период при этом то что он говорит во первых действительно совершенно представитель в мишне который у нас есть приведено 10 дней которые были сотворены вечером в субботу причислятся 10 вещей а потом следует а некоторые говорят то-то некоторые говорят черти некоторые говорят то-то некоторые говорят деньги некоторые говорят вот это некоторые говорят они там неудивительно на что наброщать неудивительно потому что вечер перед субботой тогда творение почему вечер перед субботой уже закончилось творение материального мира Но еще осталось что-то сотворять то, что еще имеет отношение к материальному миру, но не материально пока, но уже не материально. И вот там приводятся колоды Смирьян, посохарона, уста ослицы, ну вот эти чудеса. Но что важно, обратите внимание, что теперь происходит то, чего Махараль и куда Махараль стремится. Вот эти чудеса, они оказываются не развязаны с материальным миром, потому что то, что там перечисляется, это чудеса вот этих вещей, которые соцарены. А то, что связано с материальным миром все еще, оно не совсем материально, но оно все еще связано с материальным миром. То есть нету, вот опять, что важно для Махарали и что для нас хорошо. Нету разрыва между законами природы и чудесами. Это единое целое. Причем вот о каждом пункте, который там, пара, который я упоминал, противолежащие, можно рассказать довольно много. И вот совершенно естественное для Махараля комментарий, который я как-то всегда считал, что очевидный, но я просто слишком рано его прочел, поэтому для меня он уложился, и как бы я считал, что это всем очевидно. Потому что я выяснил, что это не совсем так. Все знают, что такое Маген Давид. На гербе общины, пражской общины, как известно, изображены две звезды. Маген Давид – шестиконечная звезда и Маген Шламо – пятиконечная звезда пентограмма. Кто хочет, может найти флаг еврейской общины города Праги. Под этим флагом еврейская община участвовала в городских праздниках. Махараля с Праги по этому поводу, комментируя Маген Давид, щит Давида, говорит, что довольно очевидно, что шесть концов щита Давида – это шесть концов света. Я напоминаю, что для еврейской традиции у мира шесть концов, что очевидно – это четыре конца света, северо-запад, восток, и верх и низ еще добавляются к ним, как еще два конца. Например, лулава машет на шесть сторон света, а не на четырех. Так вот, Маген Давид, шесть концов Маген Давида символизируют шесть концов света, то есть всю Вселенную. Но дальше он говорит, но есть середина Маген Давида. Так вот, середина Маген Давида обозначает единство всего. Вот, замечу, концы от этого не теряются, но единство всего должно сохраниться. Вообще, как правило, в мистическом значении, когда Маген Давид регулярно обозначает символ универсума, единство, соединение, противоположность единства. Это, да, но как раз в Махарале Спраге это говорит, как некоторое ровное место и объясняет, почему это так. Ну и по этому поводу частные случаи, например, совершенно естественно для Махарале, если мы два треугольника Маген Давида представляем как мужчину и женщину, это довольно частная символика. Ну и естественно, соединенные друг с другом, в Махарале очень важно, что мужчина и женщина первоначально были едиными целыми, поэтому пропасти между ними нет и не может быть. Но тогда это не просто соединение, а соединение Маген Давида, символ как соединение мужского и женского начала или мужчины и женщины обозначает их единство в паре, где двое образует одно и становится единым телом. Для него это совершенно естественно, при этом не менее естественно, не теряя свои индивидуальные силы. Вот это Махараль, вот это умение, это не просто диалектическое мышление, потому что диалектическое мышление по Гегелю, теза-антитеза-синтез, да, но он не так мыслит, он не ищет синтеза. Махараль не мыслит по Гегелю, но Гегель еще пройдет два века до Гегеля, да, он не мыслит такими способами, он мыслит по-другому, он не ищет синтез, а именно середину, равновесную середину и гармонию, как ожидается. Он ищет мостик между тезой и антитезой, он говорит, он не пытается сказать, что на самом деле где-то есть золотая середина, где теза и антитеза, противоположности сойдутся и сольются в экстазе, ничего подобного, он так не мыслит. Он говорит, что между ними проложен мостик. Он не превращает концы в единство, он не превращает концы в разные, они сохраняют противоположности сольются противоположности, но они непрерывно соединены и по-другому быть не нужно. Вот, собственно, читать Махараля – это некоторое удовольствие. Я, правда, собирался читать другой немножко отрывок и готовился читать, честно говоря, отрывок из Бейерхогола, там, где он говорит о времени, потому что мне хотелось прочесть, что это говорит о времени, безумно интересное, длинное. Я советую почитать. Бейерхогола в юрусалимском издании, 82-я, по-моему, страница. По-моему, 82-я страница есть у меня полностью. Все-таки, перейдите, почитайте, у него есть там чудесный разговор о том, что такое время и о том, что такое порядок времен. Применение к Медрашу сказал Раби Симон о том, что в шесть дней творения времени не было, а порядок времен был. Это известный очень известный Медраш, а я Седор Раби Симон был порядок времен. Это очень любопытное чтение, читать Махараля в данном случае, к этому месту. Ну, советую. Кто там добудет, я советую посмотреть, получите удовольствие от этого чтения. О том, что такое время и что такое порядок времен в этом Медраше. Он хорош. И опять вот некоторое понимание, что такое единство и что такое разъединенность. Там очень важное соображение про время есть. Ну, вот так где-то. Поэтому Махараля советую читать. Кто хочется, я предлагаю читать, естественно, его комментарий к Перкеавод. Мне кажется, Дер-Хаим называется комментарий к Перкеавод. К сожалению, на Сифрая как раз этой книги нет. На сайте Сифрая там есть 6, по-моему, или 7 других книг. Кстати, там хорошо выложены книги в Сифрая. Они с очень хорошими примечаниями там приведены. Ну, те, которые существуют. С достойнейшими примечаниями. Но, к сожалению, Дер-Хаим там не выложены. Много выложены на этой книге. Но советую читать, получится просто удовольствие. Ну, вот где-то вот так на сегодня. Вопросы? Окей. Господа и дамы, если можно, быстрые вопросы. Потому что мы хотим перейти ко второй части нашего занятия, именно к продолжению изучения книги Икраэля. Могу считать до трех. Если вопросов не будет, то мы перейдем к второму. Да. Маленький. Вы сказали, что пророк не предсказывает будущее. Пророк находится в прямой связи как бы с Всевышним. Что он ему говорит, то он должен говорить. Значит, так проверяется, собственно, пророк. Сбудется это или не сбудется. Как можно указывать пророку, что он может говорить, что он не может говорить. Мне кажется, это вам странным. Пророк здесь сила в том, что у Магарали есть еще одно важное противостояние. Я же не могу все рассказывать, потому что это серия лекций тогда с чтениями, комментариями. У него есть очень важная пара, опять вот такая противостоящая пара, но тэну мэкэбэй, дающий и получающий. Пророк не сможет просто получить то, что не имеет к нему отношения. Именно в этом смысл подготовки пророка. Чем больше у него, чем больше пророк, чем больше к нему мира имеет отношение. Обратите внимание, что это феноменаль. Казалось бы, пророк – это человек не от мира всего. По Магаралю ровно наоборот. Чем больше мира, чем большая часть Вселенной имеет отношение к пророку, к человеку, к личности. Еще не пророку, а личность, которая собирается, которая готовится к пророку. Тем больше его пророчества. То есть как бы все развернуто в обратную сторону. Поэтому как бы казалось бы, что пророк – это человек не от мира всего. Наоборот. Пророк – это человек мира всего должен. Магараля – это именно вот в эту сторону. И опять, по-моему, это здорово. Вы извините, что я немножко эмоционально оцениваю авторов, но мне кажется, что… Ну, не знаю. Но, по-моему, это здорово. Действительно. И поэтому кто указывает? Никто Всевышнему ничему не указывает. На что способен пророку? Что он способен? Полный эгоист может предсказать погоду на завтра и стоит ли вкладываться в биржу. О чем он пророчества не получит. Чем более раскрытый человек к миру, к нашему, тем больше он тратит. И это ровно так устроен. Вот так устроен мир по Магаралю. Окей. Я предлагаю, если это возможно, давайте на этом закончим первую часть нашей программы. Если у кого-то есть дополнительные вопросы, пожалуйста, вы можете писать мне лично, вы можете писать Мейеру, вы можете писать в Телеграме, можете писать комментарии к видео в Ютубе. В любом видео это будет передано Мейеру, и он, по-видимому, соотнесется на последующих занятиях. Я предлагаю перейти к второй части, а именно книги Каэда. Есть возражения? Собаба, возражения? Нет. Окей.